друзья всем привет мне от двух каналов поступила эстафета и вот сейчас вот таком формате решила ответить на эти вопросы эстафеты поступили от канала новая жизнь в деревне и от олеси раневой чтобы не снимать два таких видео я решила снять все это в одном объединить эти все вопросы и сегодня вот 21 марта и у нас всю ночь шел снег и на улице просто красота невероятная и решила вот снять это все и заодно поболтать с вами ответить на вопросы значит первые эстафета это три вопросы первый вопрос зачем я создала канал так канал создала я можно сказать сначала просто ради интереса я уже отвечала на подобные на подобные вопросы в общем я увлекалась делала ролики такие как из фото и под музыку общем делал вот подобные ролики и я решила потом сделать канал и просто их туда загружать выкладывать мне очень это нравилось вся эта идея затея так сказать смотрите как красиво вот ну а потом когда загрузила один ролик там нарушение авторских прав загрузила 2 там тоже самое в общем возникли проблемы с этим делом что в музыку то они все же можно брать коту какую хотелось бы а а под какую-то там бренчалку это уже все не так красиво и не так перекликается задуманной темой а канал уже у меня наверное было видео 10 штук примерно где-то вроде как начали подписываться начали смотреть но я поняла что мне что-то надо менять в этом плане и я взяла другую тематику мне тоже многие говорили что мы ты столько всего умеешь почему ты не снимать и не выкладывать видео и я значит поменяла так сказать тему своих видео и продолжила так второй вопрос о чем ваш канал канал о кулинарии а каких-то рукоделках что я умею то показываю например лепкой соленого теста или декорирование бутылок вот такие у меня видео есть но в основном это кулинария еще там снимаю по просьбам моих подписчиков жителей нашего городка те которые далеко живут снимаю иногда видео о городе какие-то события происходят в нем например вот такой снимаю так и третий вопрос это поддержали ли меня родные родные меня сначала ну во всяком случае сын сказал мам ну попробуй что это круто попробуй ты у тебя будет свой канал вдруг да получится почему бы нет муж немножко сомневался сначала но сейчас он меня поддерживает во всем помогает в общем с этим все нормально в общем то вот эти три вопроса из первой эстафеты теперь вторая эстафета это вот олесе раневой называется эстафета что меня мотивирует как блогера и первый вопрос такой вы снимаете ролики по принципу что больше смотрят зрители или по принципу о чем мне лично самому нравится снимать ну во первых не то что нравится снимать а то что я умею скажем так ну и что больше смотрят зрители конечно я прислушиваюсь к мнению так сказать и смотрю по просмотрам если например какой-то ролик и мне понравился зрителям вам то есть естественно подобное видео я уже снимать может быть даже и не буду но в зависимости от ситуации например если это видео про город а люди подписались на меня из-за кулинарии до пришли конечно они это не очень смотрят но тем не менее есть такие подписчики что которым такие видео просто-напросто нужны поэтому все таки все таки я буду снимать иногда такие видео вот так что в общем то здесь не или или а и скажем так между этими двумя вопросами принципами так тропинки нет в бреду по нетоптанному по снегу значит второй вопрос что вам больше нравится снимать и выкладывать на свой канал а ролики о ваших достижениях работе или вашем творчестве б ролики о своем мнении на ту или иную вещь проблему на того или иного человека и его проблемы в ролике обзоры на ваши покупки где ролики о том что происходит вокруг вас с вашими комментариями за кадром и д это ролики о себе любимым по принципу вот такая звезда так скорее всего это все таки будет а так как но не то что достижениях ролики о ваших достижениях работе или вашем творчестве вот это скорее всего потому что как бы показываю творчество свою да и рецепты кулинарии в общем-то это скорее всего мой случай это первый клоп но это но под пункт так обоснуйте почему именно об этом так нравится снимать это третий вопрос почему нравится но потому что я люблю этим заниматься кулинарии мне очень нравится нравится украшать блюдо выпечку разную интересную делать в общем это то что мне близко то что мне понятно это чем я люблю заниматься так четвертый вопрос это что вам больше всего из предложенного списка не нравится снимать и выкладывать на свой канал и почему что мне больше всего не нравится ну я пройдусь наверное по всем пунктам вот этим значит на первый я ответила до ролики о ваших достижениях работе или вашем творчестве под б значит ролики о свое мнение на ту или иную вещь проблему на того или иного человека это я снимать вообще никогда не буду потому что в проблему другого человека это это вещь такая что зачем они рассуждать и говорить я это не понимаю и например рассуждать говорить обсуждать это вообще не в моих правилах прежде чем обсуждать как говорится надень обувь этого человека и пройди его путь а потом уже рассуждай и говори о его проблемах и о нем о его поступках в общем это отметается это я не буду делать такое ролики обзора на ваши покупки видела подобные ролики как сказать это я тоже не буду делать но купила я и купила ну и а зачем об этом рассказывать ну конечно иногда что-то черпаешь для себя более менее полезное из этих видео если что-то я например какой-то товар не покупала и мне о нем рассказали что вот это очень хорошее а вот это вот не очень не стоит брать не стоит покупать если только в этом плане я их ну и смотрю не всегда целенаправленно а если уже например в каком-то видео человек которого я смотрю и вдруг он вот так вот рассказал что купил сегодня ходила в магазин купила то-то то-то естественно я уже это просмотрю вот а вообще у меня таких роликов точно не будет это совсем мне не близко и не буду я это снимать наверное вот это я даже и скажу что мне нравится снимать и выкладывать собственно у меня их ни разу и не было таких роликов так четвертый вопрос а это и только что был что вам больше всего не нравится извините меня за сумбурность этого видео я просто вышла вот так вот поснимать и в общем получается ты не очень отвлекаешься и на съемку и на вопросы лучше бы надо было поснимать а потом наложить звук ну ладно уже переделывать не буду сейчас идти в школу там нас собирают писать заявление по поводу обучения детей как дети будут обучаться дистанционно или же как ходили так и ходить в школу в общем нужно опять же принять решение так пятый вопрос пересматриваете ли вы свои ролики и что при этом чувствуете ой это вообще отдельная история пересматривать естественно я их пересматриваю когда уже я загрузила на канал я смотрю и перед тем как выложить на канал я тоже их пересматриваю но это уже техническая страна вдруг где-то что-то да не так сделала вот а потом уже на канале смотрю как это естественно там воспроизводится что к чему там происходит вот что при этом чувствуете первое время когда я начала снимать кулинарию и когда я первый раз услышал свой голос на видео это было что-то это я просто не могла выносить меня просто воротило от своих видео но настолько оказывается это у всех у многих бывает так что я в этом не одинока но со временем в общем-то как-то попривыкла и стало более-менее нормально а первое время просто не выносила ни голос свой не то что мне кажется все я делала не так и все я делала не то вообще со временем наверное привыкаешь что ли я не знаю сейчас более-менее нормально какая тема ролика для вас была самой сложной или тяжелой это шестой вопрос какая тема сложный или тяжелый ну тяжелый у меня вот таких ну тяжелые темы какие могут быть это есть человек например рассказывает о своей какой-то ситуации жизненной да которую он болезненно переносит в душе и ему больно и об этом говорить тяжело у меня таких видео нет ситуации таких очень много и я о них рассказывать не буду зачем в кулинарии это если бы я например вела такой канал где влоги и все такое возможно это бы имело место быть но у меня ой снег провалился но у меня кулинария поэтому тяжелым ну тяжелым наверное был самый первый ролик тяжелым потому что ты не знаешь как это все правильно сделать чтобы это было интересно зрителю вот поэтому наверное первый ролик был тяжелым так седьмой вопрос а про что вам больше всего нравится смотреть ролики на других каналах и почему отвлек меня телефонный звонок в общем продолжаю съемку и закончила я там что отвечу так на этот вопрос отвечаю значит если я хочу почерпнуть море позитива и отдохнуть душой я иду на такие каналы где люди ведут съемки о каких-то ремонтах о жизни такой своеобразной в деревне да вот это такие каналы как даже назову их это такие каналы как новая жизнь в деревне мне очень нравится их смотреть это позитивные такие люди также вот черничный хутор недавно я подписалась на него на этот канал и тоже прям обожаю смотреть их не видео еще нравится татьяна белохон ее канал это море позитива в общем такой человек светлый очень люблю видео красиво снимает монтирует здорово в общем вот такие каналы я смотрю чтобы как бы отдохнуть душой если же я хочу чему-то научиться например посмотреть как это то или иное делается рукоделки какие-то да мастер-классы я смотрю такие каналы как копилка рукоделий Нелли нравится мне канал Русалина Одиссея Людмила завела недавно каналы и тоже очень красивые снимает панно настенные здорово так делается в общем на таких вот каналах я черпаю что-то для себя какие-то навыки может быть которые пригодятся мне в дальнейшем ну а если что-то такое о нынешней жизни теперешней смотрю смотрю иногда политические каналы во всем этом разобраться сложно где правда где ложь в общем особо рассуждать на тему политики не хочу и не буду но смотрю иногда такие каналы вот так 8 вопрос что вас больше мотивирует на канале похвала от зрителей или критика ну по-моему вопрос такой довольно таки странный критика ну критика как может мотивировать если она конструктивная спокойная высказанная в адекватной такой форме нормальный например вот напишет человек а я бы вот тут вот сделал бы так или так и вот может быть а может быть вы напрасно сделали вот здесь вот так а здесь вот это я обязательно прислушаюсь к этому человеку но если просто хамски начинает как-то там обсуждать то то или иное мое то руки не те то кольца не так то когти обрежь как ты можешь с такими когтями недавно мне одна написала как ты можешь с такими когтями снимать это по-моему вообще неприкрытое хамство и такое конечно мотивировать не может вот поэтому скажу так что пожалуй больше мотивирует конечно же пахлава когда человек от души пишет что ему нравится то что я снимаю естественно хочется еще что-то сделать еще лучше еще красивее в общем вот так пожалуй я ответила развернуто так ну и последнее это значит каналы которым передаю эстафету в общем если кто-то посмотрел это видео и вам захотелось ответить на эти же вопросы вы считаете что для вашего канала такое видео очень должно быть вот вы можете просто скопировать эти вопросы у меня в описании под этим видео и принять принять от меня эстафету вот если же если же вот так конкретно например кому то пожалуй я верну должок канала новая жизнь в деревне Володя Катюша отвечайте давайте на эти вопросы вы еще наверное не отвечали поэтому давайте вот именно на вот на вторую эстафету от Олеси раневой которые так ну и еще еще кому ну пожалуй черничному хутору я передам эту эстафету дима валюша димка валька давайте отвечайте ну пожалуй на этом буду заканчивать свое видео может быть получилось немножко сумбурно но ладно уже ответила как как получилось скажем так хожу брожу тут по этим по дворам сегодня у нас весна во всех своих этих все тает лужи огромные стоят вот такое видите что творится на дорогах вроде как в феврале была весна а сейчас все все а сейчас все тает и будем надеяться что скоро все это каша эта снежная вода закончится все ладно всем пока всего самого доброго желаю вот немножко покажу вам вышла на рынок покажу что продают у нас молочко лужи 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 лужей лужи 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 Продолжение следует...